МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стальной характер, холодное сердце, но добрая душа. Сегодня следователи-криминалисты отмечают свой профессиональный праздник. Три человека в тяжелом состоянии находятся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Еще двое в отделении нейрохирургии Центральной городской больницы Наукограда. Бийские медики продолжают бороться за жизнь пострадавших в страшном ДТП, которое произошло накануне. А между тем, уже после этой аварии в крае случилось еще несколько серьезных дорожных происшествий. Напомним, 24 июля под Бийском столкнулись сразу семь автомобилей. По информации очевидцев, аварию спровоцировал водитель фуры, который не соблюдал безопасную дистанцию. В итоге пострадало пять легковых автомобилей и еще одна грузовая машина. Всего в больницу Бийска было доставлено 8 человек. Трое из них после оказания медицинской помощи отправились домой. Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших детей, к счастью, не было. Между тем, под Наукоградом в другом ДТП одна из машин лишилась крыши. Водитель Нивы пошел на разворот, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с красной иномаркой. Люди чудом остались живы. Однако состояние двух парней, которые находились в иномарке, очень тяжелое. И еще одна авария, на этот раз в Барнауле, к счастью, не такая страшная. На улице Малахова у остановки Бия один из участников ДТП после столкновения вылетел на рельсы. Движение трамваев до эвакуации машины было ограничено. Елена Кузовкина, Наши новости. К другим темам. Алтайские сельхозтоваропроизводители получат компенсацию в размере более 300 миллионов рублей в связи с ростом цен на ГСМ. Об этом сегодня сообщил в Рио губернатор региона Виктор Томенко на конференции в Зональном районе. Руководители 37 районов края, ученые и главы хозяйств подвели итоги посевной кампании в этом году. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. В этом году фермерам пришлось не сладко. Из-за холодной весны дождей посевная затянулась. В такой нервной обстановке на сельхозрынке в начале лета в Рио губернатора принял решение ввести режим ЧСМ в Крае. И тут же по аграриям ударил рост цен на горючее. Две недели назад эту тему в Рио губернатора Виктор Томенко обсудил с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Ожидается, что дополнительные средства федерального бюджета поступят в Край уже в августе-сентябре. И с учетом софинансирования из краевого бюджета потребуется и таковое. Сумма поддержки составит более, мы полагаем, 300 миллионов рублей. Правда, пока в правительстве не решили, как эффективно распределить эти средства на все районы. Аграрии говорят, что из посевной кампании Алтайский край, несмотря на все трудности, вышел с честью. Яровой сев составил более 4 миллионов гектаров. Посевная площадь технических культур впервые превысила 1 миллион гектаров. Сейчас для землетельцев наступил главный момент – уборочная кампания. По словам Томенко, если осень будет затяжной, этот сезон сельхозпроизводители пройдут без потерь. Ирина Корчегина, Николай Шелко. Наши новости. Сразу несколько семей в Кытмановском районе лишились своих кормилец. Пять коров погибли на выпасе. Пострадавшие уверены, буренки отравились химикатами, которые выпили из лужи. ЧП произошло в селе Сосновый Лог. В поле обнаружили трупы пяти коров, еще двух удалось спасти. Животные лежали рядом с лужей. Местные жители предполагают, что виной всему сельхозпредприятие, которое недалеко от пастбища, работало на поле. Обрабатывали поля орбита, яд какой-то. Чем они обрабатывают поля? Вот как сливали это все, и там образовалась лыва. От чего они, коровы? Они моментально пили из этой лывы и там же валяли все. И вокруг этой лывы все сгорело. Мы работаем там не одни, на территории данного муниципального образования. Трое или четверо, кроме нас, все работают тоже химией. Кто это сделал? У нас строго проинструктированы, что выливать можно, что нельзя выливать. Все предупреждены и все материальные ответы. До случая, когда произошел этот случай, мы там не работали, отследили, значит, все это проверили уже на сто раз. Районные правоохранители по этому факту начали проверку. Пробы воды, почвы и биоматериал уже отправили на исследование в Новосибирскую лабораторию. Результаты экспертизы станут известны через неделю. Они прольют свет на причину гибели животных, а также помогут установить виновных. С сегодняшнего дня жители края могут выбрать любой удобный для себя избирательный участок для голосования 9 сентября. В регионе начался прием заявлений от граждан, желающих принять участие в выборах губернатора по месту фактического нахождения. Это можно сделать лично с 25 июля по 5 сентября в любой территориальной избирательной комиссии, либо через филиалы многофункциональных центров, либо онлайн через портал госуслуг. А с 29 августа по 5 сентября в любой участковой избирательной комиссии Алтайского края. Заходите. Механизм «мобильный избиратель» действует на территории всего края. Он предполагает подачу заявлений от гражданина, который не сможет проголосовать на участке по месту регистрации. Для этого нужен только паспорт. Выбрать избирательный участок можно любой, но только один раз. Предвыборная кампания за пост губернатора на Алтае переходит в активную фазу. Разные политические силы формируют избирательные штабы и приступают к продвижению своего кандидата. Всего на кресло главы региона претендует 6 человек. Но некоторые из выдвиженцев рискуют выпасть из предвыборной гонки. Подробнее о ходе кампании и ее нюансах в сюжете Валентина Аскеровой. В списке шестеро в Рио губернатора Виктор Томенко, выдвиженец от ЛДПР Владимир Семенов, Виктор Рао от партии «Яблоко», Андрей Крылов от партии «Роста», единственная и первая в истории края женщина кандидат на пост губернатора Людмила Суслова от «Справедливой России», а также рубцовский журналист, предприниматель Сергей Сущевский от партии «Малого бизнеса России». Все эти персоны документы на выдвижение в краизбирком сдали. Но ни один регистрацию в качестве кандидата пока не прошел. Для этого им нужно заручиться поддержкой местных депутатов и сельских глав, собрать 534 подписи. Регистрация кандидатов, то есть непосредственных участников предвыборной гонки, начнется после 28 июля. По информации ряда СМИ, преодолеть муниципальный фильтр не смогут два кандидата – Виктор Рао и Сергей Сущевский. Но в Краевом ЦИКе эту информацию пока не подтверждают. Там пояснили, на данный момент нужное число подписей набрали и заверяют их нотариально большинство кандидатов. Председатель избиркома Ирина Акимова отметила – двое шести кандидатов уже начали активно заявлять о себе. «Наиболее активна такая деятельность осуществляется со стороны кандидатов на должность губернатора Алтайского края Томенко Виктора Петровича, а также со стороны Семенова Владимира Владиславовича». Лицо Виктора Томенко уже появилось на десятках баннеров и билдбордов по всему Барнаулу. Сейчас в табах кандидата, а их в крае почти 70, готовят к выпуску агитационной газеты и брошюры. Их уже на следующей неделе начнут распространять активисты. Правда, в штабе Томенко поясняют – главное оружие не агитматериал, а предвыборная программа. Ее формируют с учетом потребностей и интересов жителей края. Главный пункт в документе – развитие промышленной и аграрной сфер региона. «Собрали более двух тысяч предложений, сегодня мы их рассматривали. Нам важно, что думают люди, как они видят, какие болевые точки видят в развитии нашей территории». «До сих пор, получается, можно позвонить?» «Да, пожалуйста, конечно. У нас общественные приемные, сегодня работают во всех территориях». Время возрождать село и время выбирать своих – именно такими лозунгами будет привлекать избиратели выдвиженец от ЛДПР Владимир Семенов. Баннеры с призывными надписями появятся в городах и районах края уже на следующей неделе. Тогда же и в СМИ начнут крутить агитационные ролики. На продвижение, отметил кандидат, уже затрачено порядка двух миллионов рублей. «Со следующей недели мы переходим к активной фазе агитационных мероприятий на территории края. Программа фактически тоже сверстана. И я думаю, что к первому августа мы будем полностью готовы начать полномасштабную избирательную кампанию на территории края». А вот агиткомпания Людмилы Сусловой, которую выдвинула «Справедливая Россия», видна пока слабо. Не вышли в свет ни газеты, ни баннеры. В штабе нам пояснили, что ставку делают не на рекламу, а на прямой диалог с жителями региона. Массовые встречи с населением женщина-кандидат уже проводит. «Вы, наверное, все знаете, что первое чтение в Госдуме уже как свершившийся факт. Необходимо разрабатывать поправки ко второму чтению. Так вот, мы категорически сегодня говорим, никаких поправок, никакого компромисса не должно быть. Оставьте в покое пенсионный возраст». А вот кандидат на пост главы от партии «Рост» Андрей Крылов рассказывать открыто на камеру о работе избирательного штаба не желает. Но письменно выдвиженец все же пояснил, что компания в самом разгаре. Штаб создан и готовится впечатать агитпродукция. Крылов, правда, сомневается, сможет ли преодолеть муниципальный фильтр. Но если все пройдет удачно, вести предвыборную кампанию, пригласят политтехнолога из Москвы. «Основа предвыборной программы – совесть людская, которую совсем потеряли наши слуги народа. Думаю о совести в программах, другие кандидаты думают в последнюю очередь». А вот Виктор Рау, Сергей Сущевский, у кого меньше всего шансов быть зарегистрированными, от комментариев воздерживаются. Кого из кандидатов в губернаторы края в итоге допустят на старт предвыборной гонки, Крайсберком официально объявит 7 августа. И тогда начнется самая острая борьба. Завершится она 9 сентября в единый день голосования. Валентина Аскерова, Николай Шилко, Наши новости. Сегодня сотрудники органов следствия отмечают свой профессиональный праздник. Официально эта дата появилась в российском календаре в 2014 году. Хотя еще в 1713 указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган. Наш видеосюжет о девушке с остальным характером, которая еще в детстве знала, что будет работать в СУСКе. Алина Шелепова – очень симпатичная и хрупкая девушка. Глядя на нее, трудно представить, что уже в школе она мечтала быть следователем, выезжать на места преступления, определять виновных даже в самых запутанных делах. На четвертом курсе, в частности, у нас началась с новой криминалистики, криминологии. И очень интересно, конечно, мне это показалось, поэтому после четвертого курса я пошла на практику к следователю следственного комитета. Старшие коллеги сразу разглядели в девушке потенциал. Предложили тогда еще студентке стать общественным помощником. Сейчас Алина – профессиональный следователь-криминалист. Говорит, первое время подсчитывала, сколько уголовных дел сдала в суд. Но когда цифра перевалила за 50, поняла, что не количество главное. Некоторые печальные истории до сих пор остаются в сердце, которое во время работы должно быть холодным. Например, трагический случай с маленькой девочкой-инвалидом. Ее мама, находясь в депрессии и усталости, убила ударом в живот. Женщине дали почти 6 лет лишения свободы. Она раскаялась, но ребенка не вернуть. Ситуация далеко не из приятных. В принципе, то, что касается несовершеннолетних, а особенно малолетних, маленьких детей, это психологически тяжело на такие осмотры места происшествия выезжать. Следователь-криминалист. На вопрос, чья это профессия, мужская или женская, Алина отвечает, не имеет значения. У одних более развита логика, у других интуиция. К тому же в работе помогает техника. В передвижной криминалистической лаборатории есть уникальное оборудование. Например, мобильный источник света. Он позволяет увидеть мельчайшие следы биологического происхождения. Или эндоскоп, который способен проникнуть в труднодоступные места и найти улику. Если заявляется, то есть безвестное исчезновение граждан, у нас регистрируется это автоматически, как статья 105-е убийство. И нам необходимо очень тщательно делать осмотр места происшествия по данному факту. То есть просматривать прям все. То есть даже то, что на шкафах может быть или, скажем так, щелях. Ее ценят коллеги, к ней обращаются за советом. А семья уже смирилась, что даже среди ночи Алина может поехать на место преступления. Кстати, несколько дней назад она стала женой. Муж тоже из органов и поддерживает ее во всем. Свободное время, которого немного, Алина посвящает любимому хобби – дайвингу. С группой единомышленников погружается на дно Алтайских озер. Говорит, на территории край достаточно красивых водоемов. Есть у девушки мечта – отпуск она хочет провести на Кубе, полюбоваться Карибским морем. Надеется задуманное осуществить, возможно, уже в сентябре. Елена Кузовкина, Павел Лауронин. Наши новости. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 26 июля в крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый. В Белокурихе днем около 20 градусов выше нуля. Плюс 22 ожидается в Бийске и Олейске. До 24 тепла в Славгороде. В Барнауле ночью около 12 градусов выше нуля. Днем до 22 и солнечно. И на этом у меня все новости. Телефон редакции 722-440. Отличного вам настроения и до встречи. Дмитрий Уланин воевал на Центральном и Белорусском фронтах. В 1944 году на берегу реки Нарева уничтожил два танка и три десятка вражеских солдат. Позже при отражении вражеских атак поджег еще два танка. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза.